Самолет Аэрокобра был тепло встречен с советскими пилотами. Они ценили эти машины прежде всего за мощное стрелковое вооружение, отличное, даже избыточное бронирование, удобную отапливаемую кабину, ну и конечно радиосвязь. Он идеально подходил для атак с превышением, работая в диапазоне средних высот. Но самолет устаревал, все чаще стала звучать критика в адрес машины. Больше всего ей не хватало скорости. В советских частях эту проблему решали частичным разоружением самолета, демонтировали малоэффективные крылевые пулеметы, а также убирали часть брони. Но такое положение дел долго продолжаться не могло. Понимали это и в фирме Белл, руководство которой к концу 1941 года окончательно осознало, что судьба их детища, как и благосостояние всего предприятия, всецело зависит от удовлетворенности советской стороны. Но как поднять ТТХ самолетов? Самый простой способ – оснастить планер более мощным двигателем. Но в США от того периода не было подходящих моторов большей мощности. Вторым вариантом являлся путь по совершенствованию аэродинамики. Внедрение крыла с ламинированным профилем сулило без существенных переделок увеличить максимальную скорость на 40-50 км в час. На этот путь и стали. Парародителям П-63 можно считать П-39Е. Именно на нескольких экземплярах этой машины впервые опробовали новое крыло. Зимой 1941 собрали два модифицированных самолета. Первоначально доработки касались лишь замены традиционного крыла на новое и небольшого удлинения хвостовой части планера. К глубокому разочарованию инженеры были вынуждены констатировать, что простой ракировкой одной плоскости на другую ограничиться не удастся. Все дело в том, что кроме несомненных плюсов в лице меньшего лобового сопротивления существовали и минусы, главным из которых являлся неизбежный рост взлетно-посадочных скоростей вследствие потери части подъемной силы. В ходе начавшихся испытаний быстро выяснилось, доработанные машины существенных преимуществ перед стандартными не имели. За большую скорость пришлось поплатиться снижением скороподъемности и маневренности. Это обстоятельство вместе с чередой аварий опытных образцов поставило крест на надеждах модернизации малой крови. Словно предвосхищая грядущие неудачи, инженеры почти параллельно начали разработку абсолютно новые машины. Внешне она сохранила общее сходство с аэрокоброй. Самолет получил новое ламинированное крыло и несколько больший планер. В носовой части все так же находился отсек с вооружением, доступ в который существенно улучшили. За ним привычно размещалась кабина с дверцами автомобильного типа и двигатель, который посредством длинного составного вала и редуктора вращал четырехлопастной винт. Кабина по сравнению с предшественницей была несколько смещена вперед. Значительные переделки и усиления подвергся силовой набор планера. 7 декабря 1942 года опытная машина отправилась в свой первый полет. В ходе проведения испытаний удалось достигнуть скорости порядка 650 км в час. Впрочем, закончить тесты тогда не получилось. В одном из полетов отказал механизм выпуска шасси. Летчик решил перед посадкой на брюхо выработать все топливо и нарезал круги над аэроядровом. Когда же рискнул сесть, то потерял ориентировку в темноте и на полной скорости вогнал прототип в лесополосу. К счастью, пилот отделался испугом и несколькими ссадинами. Самолет же восстановлению не подлежал. Аварии дальше преследовали детища фирмы Bell. 25 мая на второй опытной машине произошел обрыв шатуна. Летчику пришлось воспользоваться парашютом. Параллельно с доводкой начали разворачивать и серийное производство. Первые 63-е сошли с конвейера заводов Buffalo в октябре 1943 года. Для продвижения нового детища руководство фирмы прибыло в СССР. Американские инженеры громко утверждали, что самолет не только стал гораздо быстрее, но и искоренил два самых страшных своих недостатка. Крайне заднюю центровку, приводящую на некоторых режимах полета к сваливанию в плоский штопор и слабость хвоста. Но принимающая сторона со справедливым скепсисом отнеслась к громким заявлениям за океанских коллег. Шла война и менять хорошо знакомый П-39 на близкий по компоновке, но все же сильно отличающийся по внутреннему устройству самолет, справедливо не спешили. В Штаты для ознакомления с новой техникой отправили скромную делегацию, состоящую из двух человек – инженеров НИИ ВВС Александра Григорьевича Кочетова и Федора Павловича Супруна. Уже беглого ознакомления с машиной было достаточно, чтобы понять – американцы лукавят. Имея колоссальный опыт летчика-испытателя, Александр Григорьевич Кочетов без труда загнал «Кинг-Кобру» в плоский штопор и, к всеобщему удивлению, не смог из него выйти. Советский пилот покинул неуправляемую машину у самой земли и благополучно приземлился на парашюте, тем самым доказав, что проблема никуда не делась. На этом проблемы для фирмы «Белл» с советской делегацией не закончились. В последующих испытаниях Кочетов, маневрируя на пределе прочности самолета, вызвал деформацию обшивки крыла и хвостового оперения. Так что наши летчики внесли неоценимый вклад в доработку 63-й. Но забегая наперед, скажу, что все же эти недостатки в полной мере устранить так и не удалось, хотя появлялись теперь они гораздо реже. Прослеживая путь совершенствования машины, с удивлением обнаруживаешь, что от модификации к модификации неуклонно росло бронирование. Вероятно, завод-изготовитель до последнего не терял надежды получить крупный заказ для собственной армии, которая рассматривала Кинг-Хогру в первую очередь в качестве истребителя-бомбардировщика. Существовал и проект оснащения самолета двигателем «Мерлин». Конечно, скоростные данные и главная высотность заметно улучшились бы. Однако дефицит моторов поставил крест на этой без сомнения перспективной задумке. В декабре 1944-го цеха стали покидать первые 63-е модификации «Си». Их отличительной особенностью стал задний гребень и доработанный стандартный мотор, который теперь позволял, откинув предохранительную скобу, в течение пяти минут использовать чрезвычайный боевой режим работы, кратковременно разгоняясь до 670 км в час. Еще более скоростной могла стать серия «Ди» с двигателем «Алисом» В17-10109, мощностью 1425 л.с. и капривидным фонарем стандартного типа, но единственный прототип был потерян вскоре после начала испытаний. В общем, в США к «Кинг Кобри» отнеслись без энтузиазма, так как она не годилась для дальнего сопровождения бомбардировщиков и высотного боя. На вооружении всего состояло не более четырех сотен машин. Все эти части диссоцировались в метрополии, и в боевых действиях участие никогда не принимали. Единственной ролью, в которой хоть как-то проявил себя этот самолет, было его участие в программе «Пейнтбол». Дело в том, что обучение в воздушной стрельбе тогда сводилось к расстрелу полотняной мишени за самолетом-буксировщиком. Конечно, с реальным воздушным боем такая стрельба не имела ничего общего. Вот и возникла идея создать бронированный самолет-мишень. Для многократного использования в конструкцию «Кинг Кобры» внесли огромное число изменений. Самым главным стала новая высокопрочная обшивка из алюминиевого сплава, толщиной от 8 до 12 мм. Суммарный вес брони таким образом переваливал за тонну, что потребовало максимального облегчения самолета за счет демонтажа вооружения и почти всего оборудования. Конечный результат, казалось, превзошел все самые смелые ожидания. Машина в итоге имела близкие к оригиналу характеристики управляемости и скорости. Для контроля результатов стрельбы на мишени расположили 109 датчиков, которые сигнализировали атакующему самолету о его попадании. Всего было выпущено порядка 400 P-63 Paintball. К концу 45-го года интерес к данной разработке пошел на убыль. Это связано в первую очередь с несоблюдением самими военными правил атаки самолетов-мишений и, как следствие, не единичных случаев получения серьезных повреждений и выходов из строя бронированных КОБР. Совсем по-другому сложилась судьба этого самолета в СССР. Первые машины прошли по ЛСИБу в июне 44-го года. Положение на фронте уже не требовало немедленного ввода в строй нового самолета. Появилась возможность более тщательно изучить машину и не форсировать ее освоение. Главным образом поэтому, несмотря на то, что к концу войны было получено чуть менее полутора тысяч самолетов, в боевых действиях они участия принять не успели. 63-й в истребительных полках ВВС РКК в основном шел на замену П-39. Однако, когда начались приготовления к войне с Японией, Кинг Кобра массово направлялась в сильно постаревшую дальневосточную авиацию, где порой меняло даже таких старичков, как И-153. В скоротечной войне со страной восходящего солнца у советских истребителей почти не было возможности проявить себя. После войны Кинг Кобра вплоть до 52-го года достаточно активно эксплуатировалась в ВВС РКК, пока не была вытеснена из строевых частей техникой следующего поколения. П-63 самолет во многих аспектах противоречивый. В общем, нужно признать, что из идеи по центральному расположению двигателя не получилось ничего хорошего. Главная цель этой конструкции – получить высоко маневренный отзывчивый аппарат – осталась, на мой взгляд, недостижимой. Как ни крути, но проблема с резко меняющейся управляемостью при отстреле БК так и не была решена. И самолет от полного коммерческого провала спас, по сути, поликарпов. Ведь именно благодаря его И-16 летчиков советских ВВС было трудно удивить крайне задней центровкой. Единственным плюсом, как по мне, явилась хорошая защита пилота с задней полусферы. Но перевешивало ли это все ее недостатки? Едва ли. А во сколько погибших и покалеченных пилотов обошлось оригинальное инженерное решение с автомобильными дверями? Не были выдающимися и скоростные характеристики Кинг Кобры. Пусть вас не обманывают цифры максимальной скорости. Они оказывают минимальное значение на исход воздушного поединка. Намного важнее энерговооруженность и боевая скорость машины. А эти величины УП-63 были весьма заурядные. К примеру, в проведенных учебных боях с трофейным МЕСТ-109 Г-4 оказалось, что творение фирмы Белл не в состоянии угнаться за мессером на вертикали. А ведь Г-4 самолет 42-го года выпуска. К 1944 году в СССР тоже были разработаны и с успехом применялись собственные истребители, летающие куда быстрее Ленд-Лизовской королевской змеи. Так почему же ее продолжали покупать? Дело в том, что ни один советский самолет не обладал таким же сочетанием комфортабельности, разгонных характеристик на пикировании, мощности огня и защищенности. Все это вынуждено отечественными авиаконструкторами приносилось жертву в угоду достижения главного параметра – скорости. Но как показывает опыт эксплуатации нашими же гвардейскими истребительными полками «Аэрокобры» и «Тингкобры», и их явное нежелание даже в конце войны менять зарубежную технику на отечественную, видимо, важность таких параметров в СССР была значительно недооценена. Вот и подошел к концу очередной мой рассказ. Напоминаю, что лайк и подписка резко стимулируют мою работоспособность, приближая появление нового видео. Услышимся уже очень скоро, друзья! Субтитры подогнал «Симон»